СУВЕРЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ КАЗНОЧЕЙСТВО М-1 Постановление номер 016 от 16 марта 2022 года Отзыв активов с целью построения мира, свободного от ядерного оружия и приостановления гонки вооружения, активно развиваемого со стороны НАТО Мы руководствуемся предыдущими резолюциями и заявлениями Международного казначейства М-1 Подтверждая резолюцию номер 1 001 РЕС-2020 от 7 апреля 2020 года по выходу из мирового финансового кризиса Резолюцию номер 2 002 РЕС-2020 от 2 июня 2020 года Единственный выход из мирового финансового кризиса Резолюцию номер 4 004 РЕС-2021 от 23 февраля 2021 года Аннулирование исторических активов с целью формирования сбалансированной новой финансовой системы Резолюцию номер 5 005 РЕС-2021 от 16 июля 2021 года Резолюцию номер 6 006 РЕС-2021 от 13 сентября 2021 года Резолюцию номер 7 007 РЕС-2021 от 1 октября 2021 года Резолюцию номер 8 008 РЕС-2021 от 21 декабря 2021 года Резолюцию номер 9 009 РЕС-2021 от 22 декабря 2021 года Реформа мировой финансово-экономической системы и ее архитектуры Резолюцию номер 11 0011 РЕС-2021 от 22 января 2022 года Расторжение всех отношений с общеизвестной фамилией финансистов Ротшильд Резолюцию номер 12 0012 РЕС-2021 от 27 февраля 2022 года Отзывы всех прав на активы от трехсторонней комиссии Золотого резерва Триллениума и трастов финансовой системы «Новый мировой порядок» Резолюцию номер 13 0013 РЕС-2022 от 1 марта 2022 года Определение роли государства Банка СССР в перестройке мировой финансово-экономической системы и ее архитектуры Активирование новых функций Резолюцию номер 14 0014 РЕС-2022 от 3 марта 2022 года Отзыв активов с целью недопущения Третьей мировой войны и недопущения возвращения нацизма Резолюцию номер 15 0015 РЕС-2022 от 13 марта 2022 года Отзыв активов с целью ликвидации всех форм дискриминации, геноцида народов Напоминаем, окончание Второй мировой войны стало началом эпохи новой расстановки сил на международной арене Вокруг СССР и США объединились две противостоящие группировки государств, сформировав биполярную модель мира Один из символов начавшейся холодной войны стал Североатлантический альянс НАТО Созданный 4 апреля 1949 года как антисоветский военно-политический блок Сейчас в альянсе 30 стран Декларируемые цели НАТО касаются исключительно безопасности, свободы и демократии Эта организация, создавшаяся для оборонных целей, ставит перед собой задачи сохранения стабильности во всем мире Урегулирования геополитических волнений, защиты демократии, прав человека и установленных после Второй мировой войны границ Однако нельзя не отметить, что в последние десятилетия НАТО используют для достижения своих целей весьма сомнительные способы Так в 1995 и 1999 году вооруженные силы НАТО применили многие типы запрещенного оружия на территории бывшей Югославии А в настоящий момент фраза «миротворческие бомбардировки» стала крылатым выражением НАТО проявляет интерес в том числе к странам Центральной и Средней Азии, Ближнего Востока и Африки НАТО традиционно считает своим противниками Советский Союз, Россию и Китай Сегодня и не вспомнят, но в 1954 году заявку на вступление в НАТО подал СССР Однако прошение было отклонено Североатлантический альянс изначально создавался именно в противовес мощному Советскому Союзу Обращаем внимание на жуткую арифметику операций НАТО С момента создания было убито более трех миллионов человек вооруженными силами НАТО в результате 60 вторжений в суверенное государство Список преступлений против стран, народов, настолько велик, что Нюрнбергский процесс может десятилетиями рассматривать данные преступления для привлечения ответственных к наказанию Обращаем внимание, эхо военных преступлений украинских силовиков доносится до Донбасса до сих пор Следствием регулярных обстрелов населенных пунктов с применением летального вооружения неизбирательного действия стала гибель и ранение тысяч русскоговорящих мирных жителей Умысел на уничтожение или геноцид жителей Донбасса очевиден Об этом свидетельствуют стихийные общие безымянные могилы сформированные вынужденно вне специально отведенных для этого мест В августе-октябре 2021 года в районе города Первомайска, ЛНР, обнаружены пять таких массовых захоронений Из них эксгумированы остатки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в 2014 году Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста Речь идет о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным гуманитарным правом Мы до сих пор не услышали, чтобы западное цивилизованное сообщество дало решительную оценку этим военным преступлениям Полагаем, коллеги прекрасно понимают, что таким образом они выдают киевскому националистическому режиму карт-бланш на продолжение вооруженного насилия против жителей ДНР и ЛНР Последствия не заставляют себя ждать, и мы наблюдаем театр военных действий на территории Украины 14 марта 2022 года по жилому кварталу города Донецк был осуществлен удар тактической ракетой «Точка-У» Погибли 20 мирных жителей Еще 28 человек получили тяжелые ранения Снаряжение боевой части ракеты кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимального количества мирных жителей Обстрел был произведен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими подразделениями Подчеркиваем, применение кассетных боеприпасов по жилой черте города, где отсутствуют огневые позиции, является военным преступлением Этот вид оружия запрещен к применению международными договоренностями Однако вновь недействующее председательство ОБСЕ, ни одно из государств-участников, не выступило с осуждением этого акта агрессии Видим, что по мнению Запада, люди делятся на достойных защиты и тех, кто по каким-то причинам ее недостоин Вот такое цивилизованное поведение и приверженность международному гуманитарному праву В этой связи напоминаем, обращаясь к государствам по отдельности, принцип равенства в достоинстве и правах всех людей и всех народов Независимо от расы, цвета кожи и происхождения, является общепринятым принципом, признанным в международном праве Следовательно, любая форма дискриминации, проводимая государством, является нарушением международного права Влекущим за собой международную ответственность государства Цинизм организаторов этого акта государственного терроризма Проявился и в том, что за два дня до него в соцсетях украинской стороной начали распространяться призывы к матерям ДНР Прийти к городской администрации Донецка, чтобы узнать судьбу своих сыновей Именно по тому месту и в то время, которые были указаны в этих призывах И был нанесен подлый удар Обращаем внимание В настоящее время страны НАТО и Европейского Союза, игнорируя международные нормы и собственные правила Поставляют на Украину летальное оружие и направляют наемников для того, чтобы убивать российских военнослужащих Вся ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине Лежит только на руководстве направляющих их стран Международное казначейство М1 заявляет о своей обеспокоенности связью между наемничеством и незаконным оборотом оружия Которое содействует разжиганию и продолжению конфликта на Украине В эти дни подтвердились опасения в отношении разработки США на территории Украины соответствующих биологических материалов военного назначения Под эгидой спецслужбы США Показательна здесь и крайняя нервозность чиновников из администрации США В связи с обнаружением их оружейных биоразработок на территории Украины В распоряжении Международного казначейства М1 оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины Сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий В которых проводятся крайне опасные эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язмы, туляремии, холеры и других смертельных болезней С использованием синтетической биологии Результаты исследований направлялись в военно-биологические центры США В том числе в Научно-исследовательский медицинский институт инфекционных заболеваний армии США Армия из Кении имени Уолтера Рида Центр медицинских исследований ВМС США И в военные лаборатории в Форт-Детрике Которые ранее являлись ключевыми объектами американской программы создания биологического оружия На практике реализуемая США программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения Привела к росту заболеваемости украинцев особо опасными инфекциями Включая краснуху, дифтерию и туберкулез Заболеваемость корью увеличилась более чем в сто раз С высокой долей вероятности можно говорить, что одной из задач США и их союзников на Украине Являлось создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения Международное казначейство М1 признает, что для эффективного решения международных проблем Требуется все более широкая степень согласия и сотрудничества между странами Международное казначейство М1, выполняя резолюцию номер 11-011-RES-2021 От 22 января 2022 года Расторжение всех отношений с общеизвестной фамилией финансистов Ротшильд Резолюцию номер 12-012-RES-2021 От 27 февраля 2022 года Отзывы всех прав на активы от трехсторонней комиссии Золотого резерва Триллениума и трастов финансовой системы Новый мировой порядок Резолюцию номер 14-014-RES-2022 От 3 марта 2022 года Отзыв активов с целью недопущения Третьей мировой войны И недопущения возвращения нацизма Резолюцию номер 15-015-RES-2022 От 13 марта 2022 года Отзыв активов с целью ликвидации всех форм дискриминации Геноцида народов Ведет активную блокировку всех системных кодов доступа к учету Распределению и контролю активов, которыми располагали данные группы И все аффилированные ими организации, банки, компании Стремится создать условия, при которых все государства Смогут использовать все свои ресурсы для решения задачи Повышения благосостояния своих народов Не опасаясь какого-либо принуждения, угрозы силой или ее применения Международное казначейство М1 отмечает растущую заинтересованность И возросшее стремление к разрядке напряженности в последние годы Будучи убеждены в настоятельной необходимости дополнительных усилий По расширению этой тенденции С тем, чтобы она охватила все районы мира И способствовала урегулированию нерешенных международных проблем Мирными средствами путем участия и сотрудничества государств Международное казначейство М1 признает, что продолжение политики конфронтации Соперничества между государствами или группами государств Несовместимо с разрядкой международной напряженности Международное казначейство М1 подтверждает Неделимость мира и безопасности во всех районах мира И растущую взаимозависимость между странами И поэтому стремится добиваться устранения всех источников политической напряженности и трений Международное казначейство М1 убеждено в том, что меры по укреплению доверия Могли бы способствовать разрядке международной напряженности Международное казначейство М1 убеждено также в том, что Прогресс на переговорах по ограничению вооружений и разоружению В особенности в области ядерного оружия и ликвидации угрозы войны Имеют большое значение для продолжения разрядки напряженности И дальнейшего развития дружественных отношений между государствами Международное казначейство М1 убеждено в том, что Установление справедливых и равноправных экономических отношений между государствами Является важным условием подлинного и прочного мира и согласия между странами Международное казначейство М1 убеждено также в необходимости Ликвидировать все формы агрессии Иностранной оккупации и вмешательства во внутренние дела других государств Обеспечить уважение прав человека И в необходимости ликвидировать колониализм путем свободного осуществления права на самоопределение И искоренения расизма и апартеида А также других форм несправедливости Международное казначейство М1 Руководствуясь таким образом необходимостью для всех государств Исходя из высших интересов мира и будущего человечества Намеренно продолжать усилия в направлении дальнейшего ослабления напряженности Развитие лучших отношений между странами И в этих целях следуя выполнению поставленных задач Пришло к окончательному, бесповоротному решению И вводит следующее решение Отзываем все права на активы, которые ранее были переданы Под управление и распоряжение по следующим странам Организациям, группам, лицам, размещенные в центральных, национальных или государственных банках Коммерческих банках, в разных странах по всему миру НАТО – Организация Североатлантического договора Североатлантический альянс АУКУС – Трехсторонний оборонный альянс Активируем блокировку всех системных кодов доступа к учету, распределению и контролю Которыми располагали данные группы и все аффилированные ими организации, банки, компании В связи с переходом активов в наше полное распоряжение и управление Соблюдая все нормы международного права Активы введены в баланс Международного казначейства М1 В этой связи настоятельно рекомендуем начать процедуру снятия с баланса данных активов Всех ценных бумаг, сформированных на базе данных активов И поэтапно начать ликвидацию действительных и фиатных финансовых ресурсов Полученных за период использования данных активов Предупреждаем, возможность рассмотрения, сохранения сформированных ценных бумаг Действительных и фиатных финансовых ресурсов на базе данных активов Которые не введены в использование и до этого момента не были направлены в социальные проекты Отсутствует Рассмотрение предложений невозможно Поручаем с момента получения данной резолюции Произвести необходимое системное уведомление в мировой финансовой системе в течение 48 часов С целью своевременного уведомления всех банковских и межбанковских организаций Предупреждаем, любые действия с использованием данных активов с целью монетизации в финансовой системе Являются преступлением и лежат на персональной и личной ответственности лиц, чиновников и банковских офицеров, совершающих данные преступления Рекомендуем всем странам, организациям или лицам, хранящим данные активы В целях недопустимости мошенничества и обмана добросовестных субъектов права Передать данные документы и изделия в Международное казначейство М1 Для занесения в ликвидационный акт с целью учета, анализа и оценки добросовестности экс-хранителей, экс-держателей и экс-распорядителей Правом управления историческими активами мировой финансовой системы Напоминаем, сакральные права хранителей вышеуказанных активов отозваны И любые действия, противоречащие резолюции Международного казначейства номер 4 004-2021 от 23 февраля 2021 года Аннулирование исторических активов с целью формирования сбалансированной новой финансовой системы Будут иметь для хранителей немедленные, неотвратимые, сакральные и явные последствия с проявлением в материальном мире Международное казначейство М1 заявляет о своей решимости Выявлять банковские счета, активы и вести активную блокировку всех системных кодов доступа к учету, распределению и контролю активов, которыми располагали группы и все аффилированные ими организации, банки, компании С целью устранения причин и последствий международной напряженности Чтобы содействовать мирному и скорейшему урегулированию нерешенных международных проблем И стремиться к устранению как причин, так и последствий международной напряженности Таким образом, чтобы отношения между всеми государствами могли развиваться в направлении сотрудничества и дружбы С целью недопущения возникновения ситуаций, которые могли бы поставить под угрозу международный мир и безопасность Твердо придерживаться и содействовать осуществлению общепризнанных принципов и деклараций, направленных на укрепление международного мира и безопасности И развитие дружественных отношений и отношений сотрудничества между государствами А также выполнять свои обязательства по обеспечению финансирования устойчивого развития, вытекающие из многосторонних договоров и соглашений, служащих достижению этих целей Укреплять роль международного казначейства М1 как одного из основных инструментов в деле поддержания международного мира и безопасности Путем усиления возможностей организации в области обеспечения и поддержания мира Воздерживаться от угрозы силой или ее применения и соблюдать в своих отношениях с другими государствами принципы суверенного равенства Территориальной целостности, нерушимости межгосударственных границ, недопустимости приобретения и оккупации территорий других государств с помощью силы Урегулирование споров, в том числе пограничных споров, сугубо мирными средствами Отказы от интервенции и вмешательства во внутренние дела других государств Придерживаться соблюдения уважения прав человека Уважение права всех стран Свободно избирать свои социальные, политические и экономические системы И развивать свои внешние отношения таким образом, которые они считают наиболее отвечающим интересам своих народов Обеспечить свободное осуществление права народов, находящихся под колониальным и чужеземным господством, на самоопределение И содействовать установлению правления большинства, особенно там, где расовое угнетение, и в частности апартеид, лишили народы возможности осуществить свои неотъемлемые права В этой связи оказывать содействие в формировании необходимых мероприятий и обеспечении безвозвратного финансирования Стремиться к установлению и развитию справедливых и сбалансированных экономических отношений между государствами И сокращению разрыва между развитыми и развивающимися странами В соответствии с планами финансирования, принятыми Международным казначейством М1 На основе консенсуса по вопросу об установлении нового международного экономического порядка И формирования новой архитектуры мировой финансовой системы Поощрять взаимопонимание и доверие между людьми путем развития и облегчения обменов в области культуры Более свободного передвижения и контактов между ними как на индивидуальной, так и на коллективной основе В этой связи заявляем о наличии всех возможностей для финансирования культурных, образовательных программ на безвозмездной основе Продолжать развивать свои отношения и сотрудничество в соответствии с целями и принципами Международного казначейства М1 в коне созидания И соблюдать вытекающие принципы, изложенные выше, признавая, что ничто в данной резолюции не может ни изменить, ни умолить обязательств, которые Международное казначейство М1 взяло на себя в отношении других государств в соответствии с принципами международного права Утверждено, выполнено и исполнено 16.03.2022 года Его Величество Александр Николаевич Парамонов Генеральный секретарь, главный казначей Международного казначейства М1 Президент и главный операционный офицер White Spirit All Boy RSB Global Corp. Inc. ООН. Номер 509-519. ОМ ООН. Номер 509-519. 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 ООН. Номер 509-519.